Андрей Миланин В моем для балетного человека довольно преклонном возрасте – 50 лет. Этому дому уже более 30 лет я отдал и, так сказать, пользуясь благосклонностью нашего художественного руководства, я буду счастлив отдать и последующие годы своей жизни, выходя на сцену Большого театра в качестве артиста, работая в качестве ведущего режиссера, сотрудничая как хореограф многократно. Я буду счастлив это продолжать. Дирижер пошел в оркестр, прошу, за курицу уходим все. Моя балетная карьера началась, конечно же, банально, как у тысячи мальчиков и девочек, когда мама за ручку привела меня в ближайший дом культуры. Я родился далеко на севере, но мои родители в начале 60-х годов переехали в Подмосковье. Родители юристы, мама была помощником прокурора, отец следователем. Да, поэтому семья у меня, как говорят, госслужащих. Но рядом с домом у нас был дом культуры появился, где появилась балетная студия. И, конечно же, мама предложила мне поступить в нее. Но я, как и всякие мальчики, прохладно относился к теме танцевания. Но мне очень нравилось плавать, нравилось плавать, нырять. И поэтому я очень просил у своих родителей ласты, чтобы мне купили. Вот папа сделал тактический ход. Он сказал, что ласты стоят дорого, 7 рублей 20 копеек, как сейчас вспомню. И он сказал, чтобы заработать эти деньги, надо стать танцовщиком, потому что они получают большие зарплаты. 500 рублей, 550. В те времена это было много. После этих договоров я дал себя отвезти в эту балетную студию. А так как конкурс среди мальчиков был один человек на одно место, это был я, то я успешно прошел этот экзамен и начал танцевать. Танцевать мне нравилось всегда, потому что мальчик я был спортивный, любил движение. В конечном итоге эти успехи привели к тому, что мама привезла меня на экзамен в Московское академическое хореографическое училище. Здесь уже конкурс, конечно же, был другой. Но надо сказать, что он, тем не менее, был большой. 12 человек на место в те времена были. Так как я был из Подмосковья, из города Истры, это город, где находится Новый Русалимский монастырь, место такое, которое сейчас испытывает большой подъем в связи с интересом к духовной культуре. Будучи мальчиком подмосковным, я жил, конечно, в интернате, потому что ездить полтора часа, два часа до дома каждый день было невозможно. 8 лет интернатской жизни закалили меня. Жесткий распорядок дня, то есть мы вставали в полвосьмого утра, занятия с 9 часов у нас были, заканчивались, бывало, и в 6 часов вечера. Это недолгая подготовка уроков, потом, собственно, ужин, и в кровать загоняли уже в 9 часов. Дисциплина общежития, скажем так, она у меня в крови, поэтому я люблю быть в коллективе. И, в общем, когда пришел в Большой театр, когда меня пригласили в Большой театр, я, так сказать, окунулся в жизнь коллектива с головой, с интересом и довольно быстро вошел в репертуар. Редактор субтитров А.Семкин И вот она, левая сторона, второй ярус. С этого места, когда студентом был, мы, конечно, все спектакли балетные пересмотрели. Помню первый раз, когда на сцену Большого театра вышел, это было, конечно, в детском школьном спектакле «Русская сказка». Я танцевал партию «Горшков», что знаменательно в этом, что танцевал вместе с Ирекой Мухаммедовым. Хотя он был у меня на 2 года старше, но я помню, что в этой партии он был первый состав «Горшков», я был второй состав «Горшков», даже третий, по-моему. Но однажды мы вышли на сцену вместе. Ощущение от сцены Большого театра было, конечно же, феерическим. Это был какой-то опьяняющий напиток для детей, лимонад. Мы смотрели на этот плафон, который был в полумраке, но там эти были фигуры, мустер, психоры. Мы танцевали под оркестр Большого театра, наслаждались этой гулкой, таинственной сценой. Без линолеума еще тогда она была деревянная, но от этого теплая и таинственная, пыльная. Эту пыль, помню, даже я после спектакля долго не смывал со своего костюмчика, который был. Я ее запомнил на всю жизнь. Танцевальное амплуа, которое мне свойственно, и которое я эксплуатирую и работаю в Большом театре, это, конечно, актер демихарактерный, гротесковый актер. Даже те сольные партии, многие, которые я исполнил, они все, в общем-то, либо демихарактерные, либо гротесковые. Для моего амплуа рассвет, скажем, деятельности, он наступает как раз где-то в возрасте 35 лет. Ты многое понимаешь уже, ты знаешь, что и как на сцене. Ты находишь свои образы даже внутри тех партий, которые имеют множество трактовок до тебя. И я должен сказать, что, конечно же, наиболее интересную часть карьеры я свою отношу ко второй половине своего обычной 20-летней карьеры танцевальной. Ко второй половине могу отнести, наверное, свои лучшие роли и мои лучшие работы исполнительские. Ко второй половине могу отнести, наверное, свои лучшие роли и мои лучшие роли. А вот историческое место. Это гримуборная. На этом месте была гримуборная Шаляпинская. И нас, артистов, демихарактерного амплуа, сажали всегда сюда. Потому что нам не надо было менять много костюмов, но было всегда много реквизита. Как сейчас помню, когда танцевал Гамаша, здесь у меня лежало зеркальце, лорнет, шпага, шляпа и масса-масса еще колец. Почти с настоящими бриллиантами. И, в общем, сидя на том месте, где сидел великий Шаляпин, конечно, нельзя было уже выходить на сцену ненастроенным как актер. Поэтому я думаю, что такое место, оно должно всегда остаться в театре. Место, где раздеваются великие артисты. Место, где раздеваются великие артисты. Место, где раздеваются великие артисты. Придя в театр, как говорят, в театре нет дедовщины. В театре есть дедовщина, но она принимает изысканные формы. Поэтому, когда молодой артист, даже если он лауреат конкурса международного, конечно же, ему дадут возможности постоять с копьем и выйти в качестве придворных. Он должен испить чашу и исполниться смирением необходимым для дальнейшей работы в театре. Ибо Большой театр, конечно же, это труппа уникальная, где при всем большом репертуаре, конечно же, нет одновременно партий для всех. Нужно ждать их, надо заслужить эти партии. Поэтому первыми у меня были сольными ролями. Это маленький солов Чаполино. Болитет Чаполино, Игорь Александрович Майорова. Учитель танцев, дирижер. Помидор потом, значит, сеньор Помидор. И он меня заметил. Заметил мой креатив творческий. И, в принципе, он меня пригласил на факультет искусства хореографа. В 1988 году открылась кафедра хореографии при Московском академическом хореографическом училище. И я, в общем-то, был в числе первонабранных на курс хореографов. Выпускался как хореограф я уже у Юрия Николаевича Григоровича, который возглавлял тогда кафедру и возглавляет и до сих пор. Он меня заметил, дал мне очень интересную работу в качестве дипломной. Это реставрация балета «Тщетная предосторожность» Московская редакция. И, собственно, посчитал эту работу достаточно продуктивной. Потом на основе нее сделал свою блестящую редакцию. Он переработал какие-то вещи, найденные мной, материалы нотные. И он создал свою редакцию, которая, собственно, многие годы идет во многих театрах. Я первый из наших выпусков вошел во весь репертуар Юрия Николаевича. У меня была привычка такая, которую мне присоветовали мои старшие товарищи. Они говорили, в театре надо придерживаться правил. На работу не напрашивайся, от работы не отказывайся. Если взялся, старайся сделать лучше всего. Довольно рано мне дали серьезную партию. Это «Гладиатор» в «Спартаке». Это партия, которая среди мужских пишется «третий». После «Спартака» — «Краса», «третий» пишется «Гладиатор». Правильно партия называется «Андабатыш», по-гречески значит «безглазый». Шлем, он имеет, конечно, узкие прорези, потому что танцевать совершенно, не видя сложную технику, делать слепую невозможно. Обзор, конечно, хуже, чем в «Танке», могу сказать. Я тешил себя такой мечтой и думаю, ну ведь может быть так, что вот во время нашего номера вдруг сломается, подвернет ногу «Спартак». А вот тут я, я в таком же костюме, я начинаю монолог, и я дотанцовываю первый акт. И для этого я даже выучил всю партию. То есть у меня была, как говорится, партия «Спартака» от момента боя и до конца первого акта, она у меня была выучена до конца, и я должен сказать, что я проходил неплохо, по своему мнению. Но, как говорится, к счастью или не к счастью, никто за годы моих танцев этой партии никто не сломался. И это так и осталось только мечтой. Вообще здесь балы надо устраивать, да? Здесь самое вообще время возродить традицию русских балов. Спитак Леонюта, я считаю, вообще лучшей хореодрамой на русскую тему. Чехов, прекрасная музыка Гаврилина, выразительная хореография Владимира Васильева. И там роль, которую мне Владимир Владимирович предложил, это роль, которую он сам исполнял на премьере, роль отца Анюты. Конечно, интересная, потому что это русский интеллигент. Мне приятно, когда я исполняю эту роль, считать себя русским интеллигентом. С ней тоже связана очень смешная история. Когда на премьеру я вышел, Владимир Владимирович мне сказал, когда я спросил, ну что, мне там нужен ли мне парик или там не нужен, а я уже к тому моменту был лысый, довольно рано полысел, как все умные люди, да? И он мне сказал, да зачем тебе, у тебя так вот и лысый, у тебя естественная лысина такая, ты вот русский интеллигент. Выйди, вот просто себе наклей бородочку, как вот мы все клеим усики, а парик не надо. Я вышел. Как мы помним, у нас первая сцена, это похороны в церкви, да? Умерла мать Анюты, жена Петра Леонидовича. И вдруг после первого акта Юрьевич Ветров прибегает ко мне в гримуборную, разъяренный, кричит, это скандал, что вы себе позволяете, что вы себе позволяете? Представьте, ведь открывается занавес, стоит гроб, и стоит Владимир Ильич Ленин около этого гроба. Что это же, гроб Крупской, что вы себе позволяете? На следующий спектакль наденьте парик. С тех пор я парик надеваю на спектакль, Анюта только в парике. Одной из самых моих любимых ролей стала роль пожилого дачника в спектакле Алексея Ратманского «Светлый ручей». Тут надо, конечно, сказать, он мне подарок сделал, потому что в этом спектакле я играю самого себя. Сыграть самого себя на сцене, когда тебе никто не заставляет что-то там править, исправлять, это большое счастье. Перед премьерой мы пытаемся найти какой-то грим, ищем что-то, может быть, здесь складочку, морщиночку, может быть, что-то вот здесь. И Алексей заходит. Я спрашиваю, Алексей, ну что, может быть, вот как-то здесь вот морщиночку старой сдать? Он говорит, Андрей, ничего не надо. Вы и так такой старый и жалкий. Ничего не надо, все замечательно. Я исписал, с одной стороны, конечно, шок от такой ироничной и сентиментальной откровенности. Но, в общем, потом меня это вдохновило. Я понял, глядя на себя в зеркало, что, наверное, действительно, такой образ не надо портить газенным гримом. Надо играть себя как есть. Сильфия, да, виртуальная возлюбленная пожилого дачника. Особенность этой композиции в том, что ее можно играть и грубо, публике нравится. Можно играть и тонко, ароматно, публике тоже нравится. Поэтому здесь трудно перегнуть палку. Можно в очень широком диапазоне импровизировать. И поэтому это замечательно, конечно, в парке. Человек разных и беспорядочных интересов, конечно же, я. Ну, и человек достаточно постоянный в своих привязанностях, даже если они носят какой-то случайный характер. Если я, допустим, какой-то там свет мне нравится, вот я там, был у меня период, когда я полюбил очень синий цвет. И лет 15 я носил все в гамме синий. Потом, сейчас мне нравится коричнево-болотная гамма, да. Я поэтому прихожу в магазин, что я не выбираю, а потом оказывается, что это все зелено-болотное. Я, в принципе, рад тому, что у меня 4, 5, 6 проектов одновременно крутятся. Привет из большого. Ну, в общем, мне нравится работать сразу на нескольких проектах. И как это назвать, не знаю. Продолжение следует...